Русские новости Павла Грудинина продолжают одолевать кремлевские провокаторы Грязь, которая течет из Кремля, просто уже затопляет все информационное пространство И выдумывают, чего только не выдумывают Конечно, в мозгах оседает, да, Грудинин олигарх, миллиардер, спрятал Вот негодяй, спрятал семь с половиной миллиардов Долларов или чего там, евро, а может рублей И никто ведь даже не вникает Где-то на зарубежных счетах спрятал негодяй Тысячу раз все это опровергнуто Документы открыты, никаких миллиардов нету Грудинин говорит, я бы, имея такие деньги, построил бы медицинский центр И лечил бы людей бесплатно Наплевать, все равно, все еще продолжается Идиотов в стране много, поэтому продолжают трепаться на этот счет Ну, выдумывают что-нибудь еще Да, евреи, евреи, евреи Везде продолжается это все Уже все знают, что никакой не еврей Отец русский, отец отца русский Мать матери русской Все равно еврей, еврей, еврей пищик Вот вы все евреи, потому что вы за еврея Понятно, что это тоже вот эти сетевые тролли Которые везде оставляют свои мерзости Но они из вот этого племени Богоизбранного Вот в кавычках Богоизбранного, конечно, пытающегося быть Богоизбранным, поэтому Своей грязью заливает это племя все Но это просто племя негодяев Вот такое, может быть, надо им как-то переименоваться Вот одно слово, которое было, очень точное В русском языке теперь считается запретным И при его произнесении Вызывают полицию, возбуждают уголовное дело Но это как раз вот из тех Они своей грязью пытаются перепачкать Все вокруг Ну и главное, конечно, народного кандидата в президенты Надо тоже запачкать так вот Что он как бы чужой инородец Вообще и, значит, скрытый какой-нибудь там масон Врут на пропалую И вот сетевые тролли продолжают одно и то же Ну уже никого это не трогает Уже народ все разобрался Без всяких проблем Вот и теперь очередная выдумка Это по поводу того, что Грудинин ограбил своих колхозников Они вот вплоть до того, что они Вот продав по дешевке свои паи Которые никто никогда не видел Но якобы продали Собрали целый зал, который все это дело обсуждает надрывно Прошло 20 лет Откуда-то набрали этих людей Ну, конечно, были там всякие реестры, держатели, акции и так далее Ну, продали люди Продали еще тогда 20, а может 25 лет назад Свои акции продали Уже деньги потратили Могли бы не продавать Но продали, у нас же никого не принудишь Вот не продавать Захотели люди продать Ну, можно, конечно, и принудить И бывало и такое в прежние времена Но эти-то продали землю свою Продали родину, можно сказать Грудинин-то по-другому относится к земле Я считаю, что земли с их значения святые Их трогать нельзя Вернул бы государственную, собственно, землю всю У крупных предприятий Никогда не развиваются китайцы Но у них государственная монополия на землю И на 49 лет дают в аренду Нормально Но если человек не работает на этой земле Он изымается и отдается эффективному собственнику А вот частные огороды Дачные участки, садовые участки Зачем, какой смысл их национализировать? Абсолютно это не важно Он спас родину свою локальную Родину там, где он трудился всю жизнь С охозом имени Ленина Земли, эти земли, они продолжают плодоносить Они продолжают приносить пользу людям А другие, что сделали Остальные сельхозпроизводители вокруг Москвы Да все сдали Я вот имею дачу под Красногорском И что? Все застроено вокруг Вот наша деревенька так прилепилась на краю оврага И поэтому, может быть, ее так и не стерли с лица земли А вокруг были колхозные поля Огромные поля Все продано Все продано Красногорская администрация Это вообще просто группировка воровская Всегда была и остается сейчас Чуть не постреляли всех однажды И такой Красногорский стрелок был, если помните Потом его убили и сказали Да нет, он сам застрелился Ну, понимаем, как все это делается Хотел он расправиться с руководством района Ну, по своим там каким-то Не совершившимся сделкам И не состоявшимся мечтам Вот так он разъярился И бегал там, пытался найти главу района И как-то весь народ был недоволен тем Ну, как же, вот он не нашел Вот, жаль, что не нашел Так вот, по крайней мере, говорили И очень его одобряли Если бы его не убили, наверное, был бы такой народный герой Отсидел бы в тюрьме, вышел бы, наверное Можно было бы депутатом избираться Все, все земли, все земли вокруг Нет колхозных полей Все застроено дачами олигархов Огромные дома, заборы с собаками И там салютами украшают небо Каждую ночь, если у них какой-нибудь день рождения Или любой праздник, Новый год, там, 23 февраля, все равно Продали землю колхозники, понимаете Вот колхозники, воспитанные в советском строе Готовы были получить вот эти деньги Ну, это же, деньги-то это то, что можно подержать На них тут же что-нибудь купить А земля, что это? Земля, как бы, она ничья Мы просто по ней ходим, вот и все Вот такое отношение к земле было Не было родового куреня, за который смерть можно принять Защищая его от посягательств Не было этого Поэтому сдали У меня есть тоже в моей памяти история С одним из моих товарищей, который спас от уничтожения колхоз А колхозники принесли ему свои паи И буквально чуть, вот тут-то вот было почти уже насилие Нет, ты купи у меня пай Я вот не хочу быть владельцем земли Я работать буду, буду получать зарплату Но я не хочу владеть землей И он говорил, ребята, ну это же ваша земля Вы здесь родились, здесь жили ваши предки Оставьте у себя, да, не приносит прибыли земля Да и не должна она приносить Вот вам прибыль Прибыль должна быть хозяйству, которое на этой земле производит И тогда эта прибыль распределяется Или так, как Грудинин сделал Вкладывается в социальную инфраструктуру Вы начинаете жить по-другому Можно все это организовать? Конечно, можно Но может быть так шикарно, как Грудинин организовал Прямо рядом с кольцевой дорогой около Москвы Затруднительно чуть дальше было сделать Но можно было в достатке жить И можно было замечательно жить Но эти колхозники-то все продали Все паи продали И слава богу, хоть удалось их скупить тем, кто Все-таки хозяйство какие-то сохранил и организовал производство продовольствия А так ведь продавали просто спекулянтам А потом что на этих землях? Ну тоже коттеджи строили Или просто вымогали у товаропроизводителей деньги Чтобы им нужна земля Ну попробуй купи Да, вот попробуй купи Мы в 10 раз увеличим стоимость Прошли годы, прошло там 20 лет Конечно, земля подорожала Когда здесь и хозяйство Которая действует успешно И постройки, в которых люди замечательно живут И развивается инфраструктура вокруг Конечно, все подорожало И теперь эти люди пришли И начинают предъявлять претензии Грудинину Что он у них по дешевке скупил Да нет, это вы по дешевке продали А он купил за ту цену, которую вы готовы были взять у него Вот и все И не только у него Ведь Грудинин не единственный владелец У него там где-то 40% акций закрытого акционерного общества Вы ему продали Вы продали другим акционерам Вы отдали Родину свою продали Родину продали И через 20 лет начинаете ныть Что вам мало заплатили за это предательство Конечно, это все инспирировано Кремлем Кремлядью Правильно называть Кремлядью То есть сидит сейчас в Кремле Абсолютно наглая, подлая команда Которую надо аннулировать Просто аннулировать И мы можем это сделать бескровно Только на выборах Проголосовал за Павла Грудинина Если мы сделаем это То сделаем и огромный шаг вперед Уничтожим олигархию Национализируем ее собственность до столового серебра И всех семейных, которые кормились от воровства Разгоним всех предателей И заживем нормально Заживем нормально Даже если какие-то мечты отдельных людей не состоятся В новой реальности То в целом мы просто будем хотя бы нормально жить А следующий шаг, конечно, стратегический выбор Русское национальное государство Но давайте мы сделаем Мы, русские люди Сделаем первый шаг Избавимся от оккупантов Под руководством Гауляйтера Путина И тогда у нас забрежет свет в конце туннеля И тогда мы сможем надеяться на то Чтобы хотя бы наши потомки Смогут сформировать Русское национальное государство Восстановить величие и гордость нашего народа И действительно превратить Россию В могучую державу Русскую державу Русскую империю Россию, русскую власть Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова